МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Дурнов, руководитель Московского межрайонного следственного отдела города Рязани. Здравствуйте! Добрый день! Александр Сергеевич, в этом году наша страна отмечает 300 лет со дня создания основания майорских следственных канцелярий. Что это за дата именно сейчас для следователей, для Следственного комитета, для всех, кто трудится в этой сфере? Эта дата стала, наверное, отправной точкой для обособления следствия от других профессиональных функций в сфере правосудия, в правоохранительной сфере. Именно с этой даты следует считать, наверное, обособление следственной функции от судебной, поскольку до того времени, как правило, эти функции, они были объединены. Кто расследовал, тот и судил. После декабрьского наказа Петра Первого следователи стали отдельно, а их работа уже стала оценивать суд. Какие в то время преступления были? Что необходимо было расследовать? Петром Первым в 1717 году было создано шесть майорских следственных канцелярий, которым было подведомственно расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, высокопоставленных, казнократства, имелись случаи и фиктивных подрядов, как пишет история. Можете сказать, какие сейчас приоритеты преступления? Какие были 10 лет назад, 100 лет назад? Вот как меняется что-то у нас в обществе? Безусловно, преступность так же, как и прогресс, не стоит на месте. Если заглянуть лет 10 или 20 назад, то преступления были в бандитские времена. Это разбойные нападения, вымогательства, преступления против личности. В настоящее время несколько, наверное, это отходит на второй план, и преступность уже трансформируется больше в сферу информационно-телекоммуникационных технологий. Но я знаю, что этот компьютер так же вам помогает и при расследовании различных преступлений. Вот сейчас мы с вами обсуждали уже один яркий пример с ситуацией с таксистом, которая произошла. Это непростая такая работа вообще, в принципе, действительно опасная. И вот расскажите о ней немножко. Я думаю, что зрителям будет интересно узнать. Весной, значит, 2015 года на границе Приокского района, Рязани и Рыбновского района был обнаружен труп таксиста на заднем сиденье его рабочего автомобиля. Салон автомобиля выгорел, имели следы поджога, труп с признаками насильственной смерти. Как показала первоначальная проверка, заказов от организаторов перевозок таксист не получал. И поэтому установить лиц, находившиеся с ним незадолго до наступления смерти, было проблематично. Но как раз технические средства такси позволили определить маршрут его движения. А в дальнейшем уже правоохранительные органы установили тех абонентов, которые передвигались вместе с таксистом. И вот по этой цепочке удалось установить преступников. В дальнейшем были найдены доказательства их причастности, одежда со следами преступления. Какие еще средства у вас есть для того, чтобы расследовать преступления? Раньше у Шерлока Холмса была, может быть, только кисточка, исходя из фильмов, романов. На вооружении наших криминалистов в настоящее время есть и цианокрилатовая камера. Как вы говорите, это, скажем так, прародителем которого стала кисточка Шерлока Холмса. В настоящее время позволяет вот эта камера найти следы рук, которые обычному глазу невидимы, и в дальнейшем идентифицировать лицо, которое оставило эти следы. Генетика продвигается. Сейчас следы ДНК, следы пота, жира можно определить уже не только по каким-то крупным объектам, но и по тем же отпечаткам пальцев. Бывает достаточно материал для того, чтобы понять, кто оставил какой-то след. Вот. Технические средства используем также, к примеру, комплекс ЮФЕД позволяет определить, какая в мобильном устройстве, телефоне, планшете была информация, вплоть даже и в том случае, когда она удалена, можно восстановить. А еще я знаю, что вы как-то по запаху умеете даже определять, кто присутствовал в том или ином помещении в момент убийства, или как это происходит, с помощью чего, как вы берете пробы воздуха, как это все выглядит, и является ли это доказательством вообще? Да. В настоящее время вот такие исследования получили статус экспертиз, и называется это исследование адрологической экспертизой. Заключается в том, что по запаху, который человек оставляет на том или ином предмете, с которым он контактировал, есть возможность установить и определить, кто прикасался к этому объекту, кто здесь был. И есть ряд примеров ярких, когда такие экспертизы действительно помогали в расследовании уголовных дел. Порядка, наверное, трех лет назад был случай убийства в Солочи, когда был обнаружен труп женщины с признаком насильственной смерти. В помещении, где она находилась, было несколько игровых автоматов и орудия преступления, на которых имелась кровь. Они говорили о том, что при помощи этих предметов было совершено убийство. Достаточно длительное время преступление оставалось нераскрытым. По средствам технической связи мы получили косвенное доказательство того, что мужчина, значит, наш подозреваемый находился в месте преступления во время близкой к убийству. Это с помощью каких технических средств? Были изъяты видеозаписи движения, были сопоставлены активность телефонных соединений в то время по Солочи и, скажем так, передвижение этих лиц из города в Солочи и обратно. И путем таких сопоставлений был определен круг заподозренных лиц, среди которых один мужчина получал, что был причастен. В дальнейшем, получив образцы его запаха, были идентифицированы они со следами, которые оставлены на предметах, которыми совершено убийство. И, скажем так, вот эта цепочка, она сошлась. В дальнейшем он был осужден, состоялся приговор. Если вкратце, мотивы убийства какие бывают? В случае с таксистом, что нужно было людям от него? Случай убийства с таксистом, он сопряжен с разбоем. И здесь, как и в общем-то в большинстве подобных преступлений, добыча была крайне малозначительна. Порядка, наверное, 5 тысяч рублей получили преступники, которые убили, и человека погубили, и себе в ближайшие 10 лет определили, как содержание в тюрьме. Насколько часто бывают подобные случаи, что убивают за 100 рублей, за 2 тысячи, за 5 тысяч? Но это же все-таки небольшие деньги, жизнь дороже. Обычно так и происходит. Поводом к совершению преступления являются совсем малозначительные факты. И здесь могу отметить из собственного опыта, что очень часто насильственное преступление, повлекшее смерть происходит в семье, между близкими людьми, вплоть до того, что родители детей, дети родителей убивают. Тоже из-за денег? Нет, не из-за денег, но неприязненные отношения, которые складываются годами. Звучит очень страшно, но тем не менее так и есть. Еще какие проблемы сейчас для детей также актуальны, чтобы, может быть, родители нас услышали? Тут стоит отметить именно негативное влияние социальных сетей на криминологическую ситуацию. Очень развязаны руки, по крайней мере, как думают преступники у них при общении в социальных сетях, что они используют как раз для того, чтобы совершить преступление в сфере сексуальной неприкосновенности наших несовершеннолетних. Типична такая ситуация, когда преступник, познакомившись под видом, может быть, и того же несовершеннолетнего, начинает шантажировать ребенка тем, что разместит публично, разошлет его друзьям, знакомым фотографии, уже отредактированные, с интимным содержанием, интимным изображением якобы нашего потерпевшего. Ребенок, не понимая всей опасности, выполняет требования преступника, отправляет ему реальные какие-то материалы, фотографии, видео. И в дальнейшем оказывается уже на крючке, с которого выбраться без родителей ему вряд ли получится. Как вообще себя обезопасить в этом мире? И что Вы делаете, Ваши следователи, для того, чтобы гражданам спокойнее жилось? В сфере интернета и коммуникационных технологий, наверное, стоит как-то повнимательнее относиться к паролям, к логинам своим, чтобы не позволить, скажем так, элементарным набором цифр как-то подобрать доступ к защищаемой информации. Ну, а мы со своей стороны как бы пытаемся реагировать на это посредственно внесения представлений, информирования общественности. Ну, в общем-то, тот, кто располагает информацией, тот, по сути, защищен. Что касается представлений за последние годы, вот пример можете привести, которые помогают улучшить жизнь всем гражданам и предостеречь, предостеречь, предохранить их жизнь от вот возможных происшествий, которые могут произойти. У кого они уже произошли из-за каких-то, да, несовершенств? Ну, если говорить о конкретных примерах, в прошлом году произошел случай наезда на ребенка с матерью, даже транспортное происшествие на пешеходном переходе, ребенок погиб. Обращались мы в администрацию городскую о нанесении разметки надлежащего качества в этом месте с наступлением погодных условий. Все это было сделано. А в дальнейшем, я так понимаю, изыскала администрация денежные средства и установили лежачий полицейский как раз перед этим переездом. Случай был с безвестным исчезновением малолетнего мальчика в поселке Дягилева. Возбуждено было дело. В ближайшие дни было установлено, что преступление не совершено, что стал он жертву несчастного случая. Провалился под лед. Также мы вносили представление в сферу образования, проводились мероприятия с участниками ГО и ЧС по этой линии. Профилактическая работа разъяснительная проводилась. Тоже, я думаю, результат свои даст. Сейчас в следственных органах, в частности, в вашем отделе, в основном молодые люди работают или уже с опытом. Как любит вообще молодежь вот эту работу, эту профессию? К профессии, следовательно, молодежь тянется, много студентов, много общественных помощников. А следовательно, наши близится основная масса к 30 годам. То есть самый работоспособный возраст. Люди имеют и знания, и силы, возможность работать. В этом году отмечается 10 лет со дня создания Следственного комитета, поэтому мы вас тоже поздравляем. И с 300-летием майорских следственных канцелярий. Прогресс налицо. Пожелаете что-нибудь нашим телезрителям и, может быть, каким-то людям, которые хотят совершить преступление? Ну, людям, которые хотят совершить преступление, наверное, стоит 10 раз об этом еще подумать. Потому что, наверное, поговорка о том, что все тайное становится явным, она на практике реализуется вполне успешно. И все преступления, в том числе связанные с интернетом, где, казалось бы, мы всего лишь сидим у себя дома, и никто не знает, что мы делаем. Все они отслеживаются, все IP-адреса, MAC-адреса. Это, скажем так, в настоящее время уже доступно и виновный понесет свое наказание. Ну, а людям, которые живут добропорядочно, я думаю, стоит верить в то, что преступник будет пойман, и у него не возникнет желания встать на этот преступный путь. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Спасибо вам. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова